Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. До общенациональных выборов остались считанные часы, и внезапно новостей стало так много, что их невозможно переварить. Заявления, лозунги, слухи со всех сторон. Заходили недавно в сеть, проверяли свой телефон. Информации через край. Сегодня в течение часа мы будем рассказывать вам последние новости, но начать мы хотим по-другому. Начать этот выпуск мы хотим с одной единственной фотографии. Эта фотография не укажет вам, кто завтра победит, а кто проиграет. Но это метафора для самих выборов и того времени, в котором мы живем и будем жить дальше. Это фото из городка под названием Батлер, штат Пенсильвания. Он расположен в 35 милях к северу от Питтсбурга. На выходных президент провел там митинг. Батлер похож на множество других городков, которые вы найдете в этой стране, стоит вам отъехать от побережья вглубь материка. Это бывший промышленный город. Много лет там производили пульмановские железнодорожные вагоны. Но десятилетиями население городка сокращалось. В Батлере по-прежнему много хороших людей. За 60 тысяч вы можете купить там приличный дом. Это место, где можно быть счастливым. Но наш высокообразованный класс невысокого мнения о Батлере. Они не считают, что будущее может быть за Батлером или за другими подобными городами. Для них такие места, как Батлер, лишь досадные эрудименты прошлого, которые лучше бы придать забвению. Даже если батлерцы отстроили эту страну, а так оно и было, для наших сегодняшних лидеров они не значат ничего. Можно быть в этом уверенным, потому что когда в Батлере огромное множество людей начало убивать себя наркотиками, никто в Вашингтоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе не сказали об этом ни слова. В Батлере опиоиды сгубили уже столько людей, что несколько лет назад жители поставили посреди города мемориал погибшим от передозировки. Эту новость MSNBC не освещал. Итак, с учетом вышесказанного, интересно, какие чувства вызывает у местных жителей Дональд Трамп. Вот кадры с митинга, который президент провел в Батлере в субботу вечером. Пришли десятки тысяч людей. Так много, что за толпой не видно было горизонта. Как будто там ждали Папу Римского. Когда в последний раз политическая речь привлекала так много людей, СМИ не стали задавать этого вопроса. Вместо этого они ругали митинг, как мероприятие, чреватое массовым заражением. Трамп подверг опасности тысячи людей в Пенсильвании. Ладно, оставим эпидемиологию CNN. Но в воздухе все равно висел вопрос. Почему все эти люди пришли? Почему? Наверняка ведь они знали, что Дональд Трамп самый большой злодей в истории. Они слышали об этом каждый день на протяжении пяти лет. Они знают, что те, кто поддерживает Трампа, тоже злые. Это мракобесы, идиоты, расисты, сектанты. Они знают, что за поддержку Дональда Трампа американцев увольняли с работы. Не говоря уж о том, что их банили социальные сети, о них презрительно отзывались учителя их детей, а приличное общество подвергало их астракизму. Дональда Трампа поддерживают только неудачники и ненормальные. Все это жители Батлера знали. Но в субботу они все равно пришли на митинг Дональда Трампа. По какой конкретной причине они это сделали? Над этим вопросом нам стоит глубоко размышлять, наблюдая за завтрашними результатами и переживая их последствия. Миллионы американцев искренне любят Дональда Трампа. Любят, несмотря на все, что о нем слышали. Любят зачастую, несмотря на его собственное поведение. Они не обманываются, они точно знают, что за человек Трамп, но все равно его любят. Они любят Дональда Трампа, потому что больше никто не любит их. Страна, которую они построили. Страна, за которую на протяжении веков сражались их предки, оставила их умирать в их немодном маленьком городке. Под насмешки и презрение ухмыляющихся недоумков с дипломами финансистов, но без каких-либо реальных умений. И похоже, что эти недоумки внезапно оказались во главе всего. Дональд Трамп, каковы бы ни были его недостатки, лучше всех остальных властьимущих. По крайней мере, он не ненавидит простых людей за их слабость. Другими словами, Дональд Трамп всегда был и остается живым обвинением в адрес тех, кто управляет этой страной. Это было правдой четыре года назад, когда Трамп пришел из ниоткуда и победил на президентских выборах. И сейчас это правда в ничуть не меньшей степени, а может быть в большей степени, чем когда-либо. И это останется правдой, независимо от того, переизберут ли Дональда Трампа. Трамп поднялся, потому что они не справились. Вот так все просто. Если бы властьимущие хотя бы наполовину прилично руководили страной, которую унаследовали, если бы они заботились о чем-нибудь, кроме себя самих, хоть краткий миг, Дональд Трамп до сих пор бы вел реалити-шоу. Но нет. Вместо этого они проявляли некомпетентность, самовлюбленность и жестокость, и низменную бесчестность. Они ломали то, что не ими построено, и лгали об этом. Они вредили всем, кто говорил правду об их делах. Так и было. Мы свидетели. Америка по-прежнему великая страна, лучшая в мире, но наш правящий класс отвратителен. Голос за Трампа — это голос против них. Вот что происходит на этой фотографии, вот что происходит в нашей стране. Голос за Трампа — это голос за Трампа — это голос за Трампа. Голос за Трампа... Продолжение следует...